всем привет с вами гекта и сегодня наконец снимаю видео о том что же ко мне приехала из интернет магазина лабиринт какие книги в каком состоянии как они выглядели но очень все это вы увидите в данном ролике и главное то что я очень ждала из-за чего собственно вся проблема возникла то что мне срочно нужно было определенная тетрадь это рабочий тетрадь по английскому языку собственно да она и была срочно нужна и поэтому меня не устроило то как долго это все везли но собственно если вам интересно оставлю ссылку посмотрите в чем была суть проблемы но сейчас да давайте вам покажу книги раньше они приезжали знаете как насколько я помню они были аккуратно заупакованы в целлофановый пакет было ясно что эта книга ни разу никто не пользовался она была просто в идеальном состоянии сейчас вот привезли смотрите вот так вот но не сейчас а прошлый раз кстати почему я еще снимаю это видео именно в данный момент потому что только что буквально приехал курьер и привез новые книги вот собственно говоря вот так тут все в полиэтилен завернута и все да уже ничего такое ощущение что но ими могли пользоваться считать а потом уже за упаковать дать распакую покажу конечно нет они в идеальном состоянии просто в идеальнейшем несмотря на то что так упакованы так что все здорово в общем то я не против такого дела неважно как она будет запаковано главное чтобы не были в целости и сохранности и это здесь есть да что я собственно заказал заказала я книги это на немецком языке леангард франк 1882 1961 немецкий писатель пацифист автор множества антивоенных рассказов повести романов сюжет повести карла анна был подсказан автору одной газетной заметкой угдове солдат является его фронтовой товарищ и пытается выдать себя за погибшего предлагаю внимание читателю не адаптированный текст по повести снабженные комментариями словарем вопросами на понимание текста ну получает такая вот книга еще и не только вот вы можете читать но и изучать постепенно вот текст естественно на немецком 2 тоже на немецком это герман гесса знаменитый немецкий писатель лауреатным нобелевской премии автор таких романов как игра в висер нарциссы гольдмунд петер камин центов под колесами степной волк гертруда это тот роман которая заказал ободаренной личности а музыканте это история его искание и становление как композитора непростой личной жизни роман отличающийся глубоким психологизмом большей степени отражает собственную судьбу писателя его переживания да такая картиночка далее далее заказала ребенку на английском языке книгу чтобы он читал тоже естественно она как бы книга учебник она немножко обучает в конце какие-то вопросы задания каждого там рассказом но не рассказывали не о каждой главы и так это у нас заколдованный замок эдит несбит выглядит книжечка можно начали читать сыну интересно вот это очень хорошо развивает а знание иностранного языка далее далее то вот кстати вот вот как хотела вам показать вот так приезжали видите не в такой вот пакет завернутый а вот такой вот просто здесь может даже не видно ну вот 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 такой пакет сейчас я снимаю лапа на вернее пленка тоже не пакет от слофановая пленка и это у нас приключение томас сойера обожаю это произведение марк твен да здесь также присутствует диск mp3 вот он посередине действительно присутствует так что вот ребеночка будем развивать в английском языке так что скоро он будет на нем лепетать просто на ура вот в общем изучать книги это здорово не уже кстати большой словарный запас мы активно занимаемся английским языком с ним а вот и да будет читать будет все еще лучше так и последняя книжка это код сапогах как раз да за упакованским вот образом еле распаковала смотреть она длинная комалька книга к 1 пакет чем было так запаковывать показала вам кишка на тоненькая тоже естественно на английском но тут смотрите какие прям буквы большие вообще просто большие буковки ой тут интересно как перевод даже есть некоторых местах не везде но очень будем смотреть что это за книжечка такая но общем я рада приобрела много литературы на английском для своего сынишки и так а вот что сегодня приехал это вот такие вот главным образом как вы видите тоже учебник опять же не учебника работе тетрадь информатика тесты третий класс вторая часть вот ребенку было нужно не заказала но опять же видите здесь уже тоже вот так же упаковано причем здесь сразу три да вот решили скомповать значит давайте я все вскрою книгами лежал чек кстати знаете я зашла на их сайт вот по необходимости собственно но естественно а там от 800 рублей идет бесплатная доставка и поэтому я набрала книжечку на 800 рублей и представьте до 3 книги вернее даже две книги а это всего лишь рабочая тетрадь которая стоила 69 рублей по моему а вот вышло мне на 896 рублей но это очень дорого знаете я посмотрю у них там так подорожали книги просто нереально просто нереально мне очень нравится автор динкунс и раньше у книги я периодически приобретала они стоили порядка 200 рублей там 260 может быть ну вот так вот да сейчас они стоят 450 рублей это на все книги распространяется то есть обстрел другие книги они подражали вот ну значительно да там в два раза и не знаю не знаю мне кажется политика такова что сейчас можно скачать большинство литературы просто на электронную книгу или на планшет да и читать не напрягаясь не тратя при этом деньги или тратя но электронные и в итоге в общем наверно решили они сделать так вот такую политику чтоб книг была дорогая да так как покупают редко если кому-то уж она будет нужна то отдадут любые деньги да я думаю так но я немножко стала разочарована мне что-то больше уже даже вот прям покупать так не хочется действительно проще электронную книгу приобрести и или просто скачать вообще бесплатно и читать чем вот такие деньги отдавать либо брать очень редко или какие-то книги от прям особенные для коллекции вот что я хочу сказать ну а еще хотела спросить какие вот вам вообще книги нравится читать больше электронные электронные в электронном виде или все-таки вот в таком классическом для нас формате что я могу сказать на этот вопрос однозначно мне конечно больше нравится читать классический вариант книги но при этом я и не брезгую прочесть в электронном виде но склоняюсь конечно больше книгам тоже приятно держать перелистывать ну а для меня там до странички видеть сколько тебе осталось читать но для меня это удовольствие ну еще раз вас спрошу как вам взять напишите мне будет интересно ну я должен распаковывать ну так выглядит тесты это вам на думаю не особо интересно ну в общем по такой программе мы учимся в школе и сейчас вам покажу книгу которая в общем из моего детства когда-то мне подарил ее папа правда она была в размерах меньше и очень удивилась когда ко мне приехал вот такой размер огромный сначала даже немножко огорчилась потому что это выглядит как совсем уж по-детски хотя книга она для юношеского возраста можно так сказать ну не для 15 лет конечно но вот где-нибудь скажем до 12-13 лет можно читать с удовольствием книгу очень классная ну и вот перед вами та самая книга и так это юрий коваль недопесок замечательная книжка просто вот я ее обожаю кстати я вам рекомендую брать именно в этом формате если уж вы решили приобрести для своего ребенка потому что у меня остались вот приятные впечатления и конечно же в детстве я ее читала с упоением и не раз ну посмотрите но это очень здорово действительно как-то вот подобранное настроение для ребенка очень классно ну давайте я вам открою покажу какие же внутри вот кстати даже здесь видите уже такой горошек яркий разноцветный очень здорово очень здорово вот смотрите какие картинки вот они действительно вот на что-то такое навевая добрая хорошая позитивно ну одним словом супер у меня остались как я уже сказала очень важные впечатления вот даже захотелось купить вот вот так вот вот все выглядит довольно таки интересно вот это приключение кстати песца вот здесь его рисунок очень грустный грустный и при этом интересный и конечно же с хорошим концом рассказ точнее даже не рассказ это наверное повесть можно в принципе посмотреть кстати рисунок дмитрия трубина вот спасибо вам большое за такие рисунки очень очень красиво так что это у нас давайте посмотрим эта повесть да совершенно верно я про искал эту повесть так что да супер 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 обязательно советую вам присмотреться к данной книге очень что она классная в ней есть все и добро и зло как говорится но главная концепция этого этой повести это именно конечно добро дети останутся под впечатлением я рада я купила сын эту книжку и будем наслаждаться чтением надеюсь у нас пытает примерно те же эмоции что и я в детстве собственно об этой книге наверное все я сказала и вот последняя третья книга которая заказала это мария артемьева и авторы проекта самая страшная книга и представляют они книгу именно темная сторона дороги и так давайте я вам прочту что нам пишут на фарзации перед вами не сухое документальное повествование о дорожных аномалиях а сборник увлекательных рассказов темного жанра от авторов многие из которых уже знакомы читателям по сборникам самая страшная книга 2014 и пазл надо будет приобрести рассказы очень разные но все они о дорогах зловещие попутчики повороты ведущие в никуда проклятые участки на которых необъяснимо час случая с аварии всякого рода нечисть чинящие препятствия плавающим и путешествующим темная сторона современной россии приглашает читателей в путь вот поэтому но я люблю такой жанр мне нравится мне нравится жанр фэнтези мне нравится жанр мистики да все мне интересно поэтому с удовольствием купила и надеюсь что с таким удовольствием буду читать очень хорошие странички буквы отличные отличная печать да ну все супер только те единственное не знаю видно вам на когда видно видеть это как полоса странно то есть какая-то походственность присутствует что-то тут не так с книгой вот и получая книги вот в этих полиэтиленовых пакетиках ну вот собственно и все наконец-то я выложила данный видеоролик который вам обещала так что надеюсь он был для вас интересен и конечно полезен если это так то поставьте мне лайк подпишитесь на мой канал если вы еще это не сделали и до встречи с вами была гектар пока пока